Дома это дома, выигрывать турнир, гитарные перчатки. А вот чемпионат страны, пускай дома, с таким опыт и простым соперником, как Сергей Ковалев, которого мы знаем давно, которого давно стучится... И который, кстати, да, был на наших экранах уже, он был участником матчевой встречи России-США. Да, и давно стучится дверь национальной команды. Посмотрим, посмотрим. Итак, Сергей Ковалев, еще раз скажу. Челябинская область, 25 лет этому боксеру. А Ковалев очень неплохой боксер, очень неплохой, вы знаете. И я думаю, что у московских будут большие проблемы, хотя московский при поддержке... И родные стены, да, при поддержке зрителей, посмотрим, что он будет предлагать. Стены, тем более, одна из них, из этих стен, как вы заметили, уважаемые зрители, выполнена в виде такого фрагмента замка. А это непременно атрибут всех боксеров с турниром, которые проходят здесь, во дворце спорта, в юности, в городе Калининградо. Но хозяин рынка вот пошел вперед. Вы видите... Здесь Ковалев немножко... Ковалев поопытнее, просто поопытнее. И боев у него, видимо, побольше. И вы знаете... И, наверное... Ковалево 200 боев, 181 победа. Это явно больше, чем у его соперника. Очень много в этом поединке решит... Вы знаете, что хорошая работа передней рукой. Они от одинакового роста похожи немножко. Опять же, по манере похожи. Они такие, ребят, техничные. Да, вот переодень, кажется, поменяй флору, и будет отличиться. Техничные, быстрые. Тут передняя рука, конечно. А кто приноровится быстрее попадать левой передней рукой, тот будет четче попадать и жестче. И точнее будет бить справа. Вот, пожалуйста, передняя рука. Мы слышим под подсказки. Да, подсказывают. Тренерский коллектив подсказывает, что передней рукой работа. Ну, люди понимают. Я имею в виду, тренера понимает о том, что это залог успеха. Вот. Легко быстро, легко быстро, айди набирай. Давай, давай. Немножко близко, к сожалению, вот близко Ковалев подходит. И за счет этого, вы знаете, Московский чуть поточнее. Подальше. Вот мне кажется, что дальняя дистанция, она больше на руку Ковалеву. Дальняя дистанция. Чуть-чуть поближе, Московский быстрее подхватывает. Чуть-чуть побыстрее. Московский быстрее в движениях, в ударах чуть быстрее. Ну, был уже чемпионом в России в 2005 году Сергей Ковалев. Так что, эту вершину ему предстоит взять второй раз. Получится или нет, посмотрим. Похоже, боксеры... По складу, по структуре, понимаете, и работа передней рукой, мы очень многое решаем. Это прочувствует дистанцию. Вот смотрите, передней рукой, вот когда кто быстрее бьет, кто быстрее попадает передней левой рукой, а у того и больше шансов выиграть, тот и начинает попадать справа. Ну что ж, второй раунд. Давайте посмотрим, сумеет ли Московский на глазах своей публики развить успех, который, в общем-то... Московский, вы знаете, он быстрее в движениях, Борисович. Вот быстрее в движениях, вот просто быстрее. В ударах быстрее. По-малу уже, наверное, я не знаю, но скорости, вот... Скорость плюс желание. Вот, за счет этого он ведет в поединке. Ну, опять-таки, если говорить о перспективах этой весовой категории, то здесь у нас есть боксер, который пока, в общем-то, не дает усомниться в своем превосходстве. Ну, время идет, люди растут. Вы знаете, нельзя говорить о том, что вот на сегодняшний день вот выйдет Бетербург. Ведь надо посмотреть, вот у нас есть на Олимпиаде боксер Бетербеев в этой весовой категории. Вот я его и имел в виду, что Артур пока, в общем-то, не дал усомниться. Но растет. Московский растет, растет. Выигрывая чемпионат страны, прибавляется уверенности в себе, уверенности. Поедет на Европу, а выиграет чемпионат Европы. А плюс работа в сборной команде, это тоже ведь идет на пользу. Ведь это тоже, это рост класса. Ну да, постоянно с пареньми, с сильными соперниками. Обидно, конечно, Артур проиграл на Олимпийских играх, я не люблю Бетербеева. Все ждали от него победы, мы там судьи немножко постарались. Как будто бы ни было, лишился он медалей любого достоинства. Но это всегда обидно. Тем злее будет, я думаю. Вы знаете, всегда обидно, когда боксер или спортсмен, мы все знаем, он должен сделать гораздо больше. Но он делает минимально, даже меньше, меньше. То есть не использует весь свой потенциал. Великий, богатый потенциал не использует. Закончился второй ровн. Ничего особенного, кстати, не произошло. Ничего не изменилось. Вот нам представляют боксеры в синей форме. Александр Бостов, что хозяина лига. Неплохо он проводит. Чем первую половину этого боя он оставил за собой. Вот давайте посмотрим в заметном повторе. В атаке его соперник уходит хорошо от атак Ковалева Александр. Чувствует дистанцию. Посмотрите, вот. Получше чувствует дистанцию и побыстрее удары. Снова в атаке был Ковалев. Но внимательно, внимательно защитить хозяин ринга. Итак, 9-3 ведет Александр Московский. Третий раунд. Ну, надо уже что-то предпринимать Сергею Ковалеву. Ну, я думаю, что, понимаете, чтобы предпринять, нужно все-таки запас прочности. А вот этот запас прочности у московских нисколько, нисколько не меньше. Вы знаете, не меньше. Свободно дышит, легко передвигается. Я думаю, что, ну, не даст он, не даст он возможности Ковалеву сделать что-то такое. Поменять рисунок боя, да, перевести его на свою сторону. Но время еще есть. Время есть. И не будем забывать, что это все-таки 81 кг. Да, и можно ударить. Ковалев, кстати, бьющий боксера. Вот снова, посмотрите, московский опять точнее. За счет скорости. За счет скорости, за счет азарта. Вот немножко вот за счет вот эти вещи. Скорость бокса, это, ну, это великое дело. Вот он бьет быстрее, поэтому попадает. Что касается чувствительности, что касается чувства дистанции. Здесь где-то они на порядок, они одинаковые. Они очень высокого класса боксеры. Но побыстрее, побыстрее московский. И хладнокровнее, мне кажется. Ну, хладнокровнее в бою. Ну, так, вы знаете, нет, я имею в виду, что он больше виден. Наверное, да. Наверное, просто разнообразнее просто бьет. И слева, и справа. И вот сейчас очень хорошо был. Такой удар справа над рукой соперника. Подросток московский. Подросток боксер. Да, сделал, задел. С самого начала, да. Да, который в третьем раунде вообще его упрочил. Максимально. И в четвертом раунде может уже боксировать абсолютно спокойно. Чувствует себя почти одной ногой на чемпионате Европы. Подросток московский. Подросток боксер. И поэтому я хочу сказать, что в этом весе у нашего лидера появится конкурент. И тем лучше. А конкуренция, ведь мастерство рождается в конкуренции. Вот сейчас пропустил, конечно, московский. Это было одно из немногих удачных действий Сергея Ковалева. Была эта атака. Вот, нам еще раз повторяют. А здесь вот этот вот размашистый боковой левый в исполнении московского достиг цели. Еще раз скажем, вы видите счет на ваших экранах. Огромное преимущество. И, ну, пойдет, конечно, вперед Ковалев. Будет пытаться что-то изговорить. Я думаю, что будет пытаться ударить. Ну да, другим шансом его нет. Да, вкладываться будет удар. Вот. А я думаю, что вот эти вещи, они пойдут на пользу. Александр и московский пойдут на пользу. Потому что, ну, пропустить навряд ли он пропустит. Хотя в боксе всякое бывает. Он достаточно чувствует неплохо. Вот. Но Ковалев готов. Готовит удар. Он хочет ударить. Шансов нет. Хочет ударить жестко. Ну вот, пошел. Перед чуть-чуть опросил. Но тут же пропустил короткий удар. Вот, посмотрите. Да, рискуют, ребята. И что самое интересное, что мне нравится вот здесь, на чемпионате России, мы не видим того, что было на Олимпиаде. Когда один из боксеров имеет такое волосальное преимущество, начинает избегать боя, уходить, бегать. Нет, здесь этого нет. По тактическим соображениям, да, этого нет. Вот этого нет. И вдвойне приятно, что мы вот здесь, именно на чемпионате России, видим вот такие бескопромиссные поединки. Без страха и упреха, если можно так сказать, действует боксер. Хороший поединок. Хороший. Мы говорили о том, что какая замена. Хорошие боксеры. Вот там Ковалева мы знаем уже гораздо больше. А вот Московских, Александр, это как бы, это открытие. Но это открытие мы видели еще на прошлом чемпионате страны. Мы надеялись, что он подрастет, что он прибавит в мастерстве, что он завоюет место в основном составит. Мы рады, что так и случилось. Выигрывает он этот бой и, скорее всего, становится чемпионом России. И очень неплохие шансы у него будут на Европе. Рискует, рискует парень. Но идет, продолжает идти вперед. Уважение вызывают такие действия, понимаете? Здесь и физическая подготовка, и волевая подготовка. Ну, бой закончился. Отличный бой. Порошок форсировали. Но то, красный бой. Ну что ж, поздравляем хозяина ринга. Вначале мы говорили перед этим поединком, что будут ли давлять на него стены болельщики, которые его здесь очень здорово поддерживают. Нет. Он показал себя настоящим мастером, который вырос. Вырос, поскучался в двери сборной России, поедет на чемпионат Европы. И думаю, что... С победой! С победой! И в Калининграде есть еще... Есть одна золотая медаль. Я думаю, этот город по праву заслуживает этой медали. Великолепная организация и проведение чемпионата России. Поздравляем, Александр Андреевич! Спасибо!